Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Ночной пожар в одном из домов по улице Захарова унес жизнь человека. Задымление было такой силы, что спасателям пришлось эвакуировать жильцов двух этажей. Одного мужчину с многочисленными ожогами доставили в больницу. Возгорание началось в квартире на третьем этаже. По словам соседей, ее жильцы славились пристрастием к сигаретам и горячительным напиткам. Предположительно, пожар случился как раз в результате одного из застолий. Однако не исключается и версия поджога. Работниками МЧС из горящей квартиры был спасен мужчина 65-го года рождения, не проживающий в этой квартире. Из-за сильного вздымления пришлось эвакуировать 8 человек из подъезда, в том числе ребенка 2011 года рождения. В ходе тушения пожара в горячей комнате был обнаружен труп предположительно хозяйки квартиры. Причина пожара в настоящий момент устанавливается, однако следует отметить, что квартира состояла в партизанском РУВД как притон. Температурная аномалия в столичных яслях мерзнут дети. Обеспокоенные родители обратились на горячую линию нашего телеканала. Проблемы с отоплением начались после ремонта оборудования на теплосетях. Теперь в жилых домах на улице притыцкого комфортно, а вот ясли сад номер 310 тепло недополучает. Утром температура там не поднимается выше 15 градусов. Малыши одевают потеплее, а во время тихого часа воспитатели укрывают их вторым одеялом. Как решится эта недетская проблема, пока неизвестно. В прошлом году проблем с отоплением у нас не было. Было достаточно тепло, и дети ходили нормально. То есть проблемы у нас как таковых не возникало в прошлом году. В этом году с начала отопительного сезона у нас периодически возникают проблемы с температурным режимом в группах. На сегодняшний день в группах у нас 16-18 градусов. По санитарным нормам должно быть 19-21 градус. Веселый андроид на улице Олега Кошевого. Праздничный наряд самой интеллектуальной елки столицы и вереница бед в пятиэтажке на улице Верых Оружий. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Ольга Власовец. Проблемная пятиэтажка на улице Верых Оружий трещит по швам, а полуразрушенное крыльцо и вовсе превратило путь домой в игру на выживание. Разбитый фундамент парадной грозил заблокировать жильцов в своих же квартирах. Люди терпели, мучились и получали травмы. Лишь спустя три месяца коммунальщики взялись за ремонт. Да и тот бросили, едва начав. У меня больные ноги. Я схожу по стеночке. Мы обратились в администрацию советского района. Просили сделать до морозов. Живут почти одни пенсионеры. Они еще взяли, вот тут это уже развязали, тут загородили. Получается, эту дверь, она правильно, крыльцо свободное еще более-менее. А потом, когда выходишь, тут же тоже не вылезти. Однако разрушенное крыльцо только верхушка айсберга. Все беды в доме от протекающих в подвале канализационных труб. Именно они головная боль жителей пятого дома по улице Верых Оружий. Ведь в подъезде и квартирах постоянно стоит смрад. Со зловонной проблемой соседи борются уже который год. Головные боли. Вот вчера я как только дверь, что идет, открою я. Вот. Все, уже как в туалете, уже хоть утекай. А куда ты пойдешь? Трубных дел мастер орудует на улице Олега Кашевого. Веселый андроид поднимает настроение прохожим и обещает помочь в домашних делах. Создатели креативной скульптуры подошли к делу со смекалкой. Образ городского робота, так сказать, вылепили из подручных материалов. Предметом для творчества послужили обычные куски труб. Остатки стройматериалов сварили и получился забавный пластиковый персонаж. Герой городских улиц весело улыбается прохожим, добавляя позитива жизни столицы. Очень интересная, архитектурная такая, скажем, необычная. Поднимает настроение и такую серую погоду становится веселее на душе от такой скульптуры. Праздничная огранка алмаза знаний. Самая интеллектуальная ель столицы украсила площадь возле национальной библиотеки. Дизайн зеленой красавицы сразу же привлекает внимание многочисленных зрителей. Богатый яркий наряд ели подчеркивает торжественную и праздничную атмосферу возле национальной библиотеки. Звезды из сусального золота и огромные красные шары создают неповторимый шик новогоднего дерева. В этом году у нас елка замечательная, такие яркие звезды, большие шары. Я просто, слов нету. Наша библиотека такая большая, эта елка смотрится очень хорошо. Дополняют праздничную атмосферу огромные поздравительные открытки. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by.ru в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700 и помните, нам важны подробности. Магия чисел. Сегодня в пятницу 13-го в столичной гимназии номер 13 вспоминают 30-летнюю историю. Школьники и учителя не боятся суеверий. Еще бы, за несколько десятилетий это когда-то обычная средняя школа выросла до статуса одной из лучших гимназий столицы. И арифметика здесь ни при чем. Все благодаря чутким, знающим свое дело учителям. Талантливые педагоги подарили путевку в жизнь не одному десятку интеллектуальных и творческих гениев. Гимназия, которая имеет в наличии не только шикарную материально-техническую базу, но и гимназия, которая может по праву гордиться своими учениками, своими победами, победами в заключительном республиканском этапе Олимпиад. Сегодня каждый наставник будет ушанованный. Мы подрихтовали узнагороды для кожаного наставника. Штадионная кропотливая праца, и она повинна урадам державы, керамництвам нашей гимназии быть узнагороджена. Потому что люди соправды працуют на выник. Наши учителя одни из лучших. Они как бы не только нас учат своему предмету, они помогают нам по жизни. Работу столичных такси усовершенствуют. К чемпионату мира по хоккею существят два масштабных проекта. Так, в национальном аэропорту Минск появится стоянка для такси закрытого типа. Перевозчиков туда будут допускать на конкурсной основе. Подобная парковка появится и на привокзальной площади. Причем площадь будет полностью реконструирована. Там также обустроят отдельный терминал для общественного транспорта и стоянку для автомобилей. В первую очередь, чтобы поднять уровень качества, исключить нелегальных перевозчиков из этой сферы. Определен порядок оформления автомобиля такси. Но проектом указа президента там же встречаются требования. Предусматривается наличие определенного цвета автомобиля. Срок службы его не старше 7 лет и другие требования. Дыхание зимы. Удастся ли на выходных поиграть в снежки и в чем пойти на прогулку, чтобы не замерзнуть, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. После непродолжительной отепельной погоды в предстоящие выходные в нашу столицу вновь вернется такая легкоморозная погода. В субботу ожидается в Минске гололедец, на что выписано штормовое предупреждение. Но уже в воскресенье через нашу столицу будет проходить только малоактивный атмосферный фронт, поэтому ожидается кратковременный снег. На дорогах сохранится гололедица, а температура воздуха будет ночью минус 7, а днем будет минус 2, минус 4. И предварительно в начале следующей недели власть погоды вновь возьмет Атлантика и ожидается такая пасмурная, теплая и сырая погода. Ожидается у нас мокрый снег, переходящий в дождь и преобладающая температура воздуха будет около 0 градусов. Желаю всем хорошо провести выходные дни, одевайтесь комфортно, чтобы чувствовать и берегите себя. Пятничное настроение и предвкушение отдыха. В нашем традиционном опросе минчане поделились своими планами на выходные. В эти выходные мы с внуком пойдем на детский карнавал новогодний. Мы планируем съездить в гости к моему брату, пообщаться с детьми, в общем провести время с семьей. В субботу утром еду на учебу до 12 часов, потом с 5 часов до 8 я играю в футбол на Минске арене. В воскресенье я гуляю с девушкой по городу. Старшего куда-нибудь в кино отправлю, младшего, если будет погода, мы же на какую горку сводим. А так, с семьей. Буду дома сидеть, маме с уборкой помогу. Думаю заниматься детьми, мама придет в гости. Надо съездить на дачу, посмотреть, как там цветы зимуют. В эти выходные я буду делать домашнее задание и я буду влезти из бисера. Новые городские подробности в понедельник в это же время в студии новостей, в которой всегда рядом работала Ирина Хануник-Рамбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова